Битрикс 24 Битрикс 24 содержит модуль управления файлами в облаке Битрикс 24 диск, а Растапи предоставляет нам возможности по работе с этим модулем. На слайзах перечислены некоторые из методов управления файлами Битрикс 24 диск. Метод получения списка доступных файловых хранилищ. Disk Storage Get List. Не путать с пользовательскими хранилищами. Метод получения папок и файлов конкретного файлового хранилища. Disk Storage Get Children. Метод получения папок и файлов внутри конкретной папки. Disk Folder Get Children. И, наконец, метод получения информации о конкретном файле. Disk File Get. Методы работы с файлами, конечно, этим не исчерпываются. И полное описание вы всегда сможете посмотреть в документации. А мы пока воспользуемся озвученными методами для создания диалога выбора файлов в нашем приложении. Зачем нам потребуются файлы в приложении? Азам рисовать рядом с аватарами победителей нашего рейтинга изображение их призовых позиций. Для этого нам нужны картинки, которые логично было бы хранить внутри того же портала. Для начала подготовим верстку самого диалога выбора файлов. По сути, нам в нем потребуется контейнер для вывода списка файлов, а отметим его классом Files. И повесим обработчик Load Place Image на кнопку с заголовком «Выбрать». В остальном непосредственное управление диалогом мы переложим на широкие плечи фреймворка Bootstrap, и вы сможете самостоятельно ознакомиться с этими подробностями. Затем мы подготовим панель управления изображениями, при помощи которой администратор портала сможет выбрать конкретные картинки для конкретного призового места. Дадим этой панели конкретный идентификатор и заранее скроем ее из интерфейса при помощи класса Hidden, чтобы потом показывать только пользователям с административными правами. Логика управления изображениями будет простая. Допустим, администратор указывает конкретную картинку для первого места рейтинга. В этот момент мы должны засунуть путь к этой картинке в опции приложения и тут же опции сохранить. А кроме того, перерисовать интерфейс приложения, применяя новую картинку. Для хранения картинок мы заведем массив опций приложения App Options. Как вы помните, у нас уже есть массив для пользовательских опций, но в данном случае нам нужны именно опции приложения, поскольку их значение должно влиять на всех пользователей сразу. Нам потребуется внести изменения в метод Load Options, чтобы он научился получать опции приложения. Как вы видите, здесь почти все то же самое, что и с пользовательскими, а разница лишь в том, что мы обращаемся к функции RESTAPI AppOptionGet вместо UserOptionGet. Еще одну строчку потребуется дописать в метод сохранения опции SaveOptions. Здесь мы тоже вызываем специальную функцию RESTAPI AppOptionsSet. Добавим метод SetDefaultImages, который будет вызываться из конструктора нашего приложения. Этот метод самым непосредственным образом будет присваивать пути к картинкам, вызывая метод SetRatingImage. SetRatingImage, в свою очередь, сохраняет путь к изображению, указанному для конкретного места рейтинга в опциях приложения, и подменяет изображение в интерфейсе приложения, ориентируясь на DataAttribute, а затем сохраняет опции приложения и проверяет, не нужно ли нам перерисовать интерфейс вообще, вызывая известный нам метод IsDataLoaded. Обратите внимание, что это происходит только в том случае, если метод SetRatingImage вызывается уже в процессе работы приложения. Если же мы обращаемся к этому методу по цепочке конструктор SetDefaultImages, то нам достаточно просто присвоить путь к картинке в опции приложения. Теперь приступаем к замене изображения администратором. Во-первых, напишем обработчик нажатия на изображение в панели с картинками. В верстке мы указываем у наших картин класс RatingImage, и у каждого отдельного изображения также указываем DataAttribute, который поможет нам понять, для какой именно позиции рейтинга администратор хочет подменить картинку. Пишем обработчик onClick, в котором вызываем метод ChangeImage, передавая ему в качестве параметра значение DataAttribute на сжатого изображения. В методе ChangeImage мы запоминаем, для какой позиции рейтинга администратор хочет заменить изображение, и вызываем диалог выбора файла, используя стандартную возможность Bootstrap. В конструкторе мы описали обработчик открытия модального окна этого диалога, который, во-первых, блокирует кнопку выбрать в диалоге, поскольку при открытии диалога еще ни одного изображения не выбрано, а во-вторых, вызывает метод DisplayDeer, передавая ему три параметра. Какой элемент файловой структуры Bitrix24Disk мы должны показать, в какой контейнер нашей верстки мы должны вывести список папок и файлов, и какая кнопка в верстке отвечает за успешное закрытие диалога. Погрузимся в метод DisplayDeer. Метод DisplayDeer должен делать три вещи. Во-первых, сформировать HTML-код, который покажет пользователю список файловых хранилищ, папок и файлов в зависимости от нашего текущего положения в файловой структуре. Во-вторых, если в дальнейшем пользователь нажимает на название хранилища или папки, то DisplayDeer должен, условно говоря, зайти внутрь этого хранилища или папки и показать содержимое. И так до любого уровня вложенности. Если же пользователь кликает на название файла, то DisplayDeer должен запомнить путь к этому файлу и заодно разблокировать кнопку «Выбрать». Иными словами, перед нами вполне себе рекурсивная функция, которая должна сделать все. Несмотря на некоторую объемность кода, логика метода достаточно проста. Мы смотрим на тот элемент, который пришел нам в метод в качестве первого параметра. Если нам не передали ничего, значит мы должны показать самый верхний уровень иерархии. Наша переменная ListType принимает значение root. Если все же передали, то мы смотрим на тип элемента. Это может быть Storage, Folder или File. У нас есть два варианта развития событий. Либо мы можем на этом этапе погрузиться глубже, либо нет. Глубже мы идем тогда, когда тип текущего элемента не является файлом. И именно этим анализом занимается конструкция Switch. В зависимости от типа текущего элемента, она подбирает нужную функцию RestApp по работе с файлами. Это может быть DiskStorageGetList для получения списка файловых хранилищ, DiskStorageGetChildren для получения списка подразделов и файлов хранилища, или DiskFolderGetChildren для получения подразделов и файлов папки. Параметрами для последних двух методов будет идентификатор элемента, то есть идентификатор хранилища или идентификатор папки. Кроме списка подчиненных элементов, нам нужно получить расширенную информацию о текущем элементе, хранилище или папке, поскольку мы хотим в своем диалоге дать пользователю возможность вернуться на каждом шаге назад по иерархии. А для этого нам надо всегда знать родительский элемент. Для получения этой информации мы используем функции RESTAPI DiskStorageGet и DiskFolderGet. Итак, мы дергаем нужную нам функцию, указывая в качестве обработчика результата вложенную функцию GetFileList, которая, собственно, и делает всю работу по формированию вывода папок и файлов диалога. Давайте рассмотрим ее. В зависимости от ситуации мы формируем элемент интерфейса, который поможет пользователю вернуться на уровень выше. Прописываем мы этого элемента в обработчике событий onClick. Все тот же наш метод DisplayDirer. Далее вызываем ту функцию RESTAPI, которая вернет нам содержимое текущего элемента, поскольку переменные B24Command и B24Params уже определены выше. Получив данные, мы формируем список папок и файлов в диалоге, а опять же указывая у каждого элемента обработчик onClick. Все! Куда бы пользователь ни ткнул в итоге, мы выведем правильную информацию. А последнее, что мы позволим пользователю сделать, это выбрать конкретный файл, сохранив название и идентификатор файла в соответствующих переменах нашего приложения. Вернемся на пару шагов назад. Как вы помните, в верстке диалога у кнопки «Выбрать» в качестве обработчика onClick был указан метод LoadPlaceImage. И именно он и срабатывает, когда пользователь выберет конкретный файл в диалоге и нажмет на кнопку. Метод LoadPlaceImage закрывает модель на окно. А затем при помощи уже известного нам метода SetRatingImage задает путь к изображению для конкретной позиции рейтинга. Прямого URL к файлу мы, естественно, дать не можем, поскольку портал должен регулировать доступ к файлам в зависимости от прав пользователя. Но мы формируем URL, ориентируясь на функциональность Bitrix24. Перейдем к демонстрации того, что у нас получилось. Загрузим новую версию нашего приложения в портал. При этом обязательно проследим за тем, чтобы не забыть включить доступ к модулю диск. После запуска, поскольку мы являемся администраторами портала, мы увидим административную панель управления изображениями позиций рейтинга. А заодно и сами изображения на аватарах участников. Давайте заменим картинку для второй позиции рейтинга. Нажмем на изображение. В появившемся диалоге выберем хранилище текущего пользователя. Там у меня есть заранее подготовленная папочка Test, в которой есть заранее загруженные подходящие картиночки. Поскольку нас интересует второе место, тыкаем в соответствующую картинку и нажимаем кнопку Выбрать. Картинка успешно обновлена. Здесь есть важный нюанс. Мы должны проверить права на файлы с картинками. Все участники рейтинга должны иметь права на чтение этих изображений. Обратимся к стандартному функционалу Bitrix24. Перейдем в мой диск и у папки Test выберем меню Общий доступ. Сейчас, как вы видите, уже заданы права на чтение для подразделения компаний Отдел продаж, куда входят все участники нашего рейтинга на тестовом портале. Мы убедились в наличии прав. Давайте проверим, как наши картинки работают для других пользователей. Зайдем в портал от имени другого участника рейтинга. Мы уже не видим здесь панель управления картинками, но зато видим сами картинки на аватарах пользователей, что нам и требовалось. Пора подвести итоги третьего урока. Мы подробно рассмотрели вопросы разработки асинхронных приложений на JavaScript. Научились экономить на запросах при помощи метода CallBatch. Познакомились с методами сохранения пользовательских настроек. И добавили в наше приложение возможность читать файлы, сохраненные в облаке Bitrix24 диск. И все это в рамках приложений первого типа. В следующих уроках мы перейдем к рассмотрению приложений второго типа. Жду вас. До новых встреч.